Итак, сегодня тема у нас. Сейчас я вам файл поставлю. Секундочку, вот этот файл. Сейчас поставлю вам его. Демонстрация экрана. Вот этот файл. Значит, посмотрите, все видят файл на рабочем столе, да? Так. Все видят файл. Вот сегодняшнее занятие. Аналитическая статистика, общий заголовок. Специфический заголовок на сегодняшнюю пару, это две пары даже. Это статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. Ну, задания вы получаете. Я выполненные задания от вас тоже получаю все. У кого есть замечания, я высылаю свои замечания, кому что переделать. Но в целом работа идет нормально, ваши задания я получаю. Так, и здесь вот указания. Итак, сегодня задача у нас такая. Вот эта табличка есть у нас. Табличка по каким-то десяти областям Российской Федерации. И что здесь написано? Смотрите. Какое-то соглашение есть у каждой области, да? И у этого соглашения есть предмет. Торговое никакое здесь не уточняется. Вот чистая стоимость соглашения в миллионах долларов. Правильно там написано? Здесь было написано. В каких единицах? В миллионах долларов. Американских долларов, по-моему, так. Здесь не уточняется, но в книге так написано. Книга же есть у вас в электронном виде, да? Смотрите. В миллионах долларов. Значит, итак, вот X – это чистая стоимость, так сказать, по номиналу. Вот так попроще давайте мыслить. Чистая стоимость, но там специфически написано у вас. По соглашениям, по экспорту технологий и услуг технического характера. Поступления какие-то по соглашениям идут, да? В общем, смотрите, что Y, последний столбец, это реальные поступления. А X – это как бы идеальные поступления. Это как бы идеальные поступления. То есть, можно сказать, X – это как бы чистыми, а Y – это грязными. Уже после издержек, каких-то расходов. Вот смотрите. Поэтому реальные поступления, как обычно бывает, они несколько меньше, чем чистая стоимость. Ну, потому что и там какие-то издержки были. Ну, такая типичная ситуация в экономике. Вот смотрите, например, вот чистая стоимость – 0,49. Но после каких-то издержек реальным поступлением было 0,42. Несколько меньше. Но здесь сильно меньше получилось. Здесь 4,18, а здесь 0,19. Это, я бы сказал, в статистике называется выпадающее значение, по-английски outlier. Вот здесь, в эту тютельку одинаково, да? Сколько чистая, столько и реально поступило. Такие тоже есть. 3,69 – чистое, так сказать, по плану. А после издержек каких-то неожиданных, иногда ожидаемых, иногда неожиданных, мы чисто получили, мы получили реально только 2,38 миллионов долларов. Ну, здесь одинаково, так как мы без издержек там. Ну, вот так. Здесь тоже сильно упало. Значит, 5 по номиналу мы должны получить, а реально мы 2 миллиона получили. Ну, и так далее. В общем, вот такая табличка. Смотрите попроще. Х – это чистая стоимость, как бы идеальная. А Y – это уже как бы грязными мы получаем после вычета издержек. Ну, такая типичная ситуация в экономике. И требуется посмотреть, можно ли вот такой зависимость Y, от X – моделировать линейные функции. Такая функция называется линейной регрессией. И требуется составить линейное уравнение регрессии зависимости вот Y реальных поступлений от X чистой стоимости. Вот по 10 областям Российской Федерации. Проанализируйте полученные параметры. Ну, давайте вот. Задача решается вот так. Сейчас сначала расскажу, как решать задачу, как это обычно решалось, можно сказать, в прошлом веке. А потом расскажу на следующем паре, как решается уже в 21 веке. Смотрите, решение. Значит, ну, уравнение линейной регрессии. Все видят файл-то мой? Все видят, да? Да. Y равно А0 плюс А1Х плюс Эпсилон. Все видят вот это? Линейное уравнение, но если вот без этого слагаемого вот плюс Эпсилон придатка, то обычное линейное уравнение Y равно А0 плюс А1Х. Правильно? Обычное линейное уравнение, линейные функции. А Эпсилон – это как бы, это же, как сказать, вот это уравнение как бы идеальное, а в жизни, конечно, отклонение получается, да? Там не может в жизни у вас, чтобы реально жизненные данные легли на одну прямую какую-то идеальную. Так не бывает, понятно. Они, ну, могут близко около прямой это лечь, но некоторые чуть выше, некоторые чуть ниже. Ну, и вот эти отклонения, вот поэтому здесь плюс Эпсилон написано Эпсилон, это вот насколько реальное значение X и Y отличается от теоретического. Говорят, эмпирическое значение Y, то есть такое, которое мы на практике получили, отличается от теоретического. Теоретическое – это которое получается по этой формуле без Эпсилона. Вот если написать эту формулу, подставить X, получите Y, вот это будет теоретическое значение. Но практическое или, говорят, эмпирическое, полученное в результате опыта, как в этой таблице, оно Оно отличается от теоретического. И эпсилон – это разница теоретического и эмпирического значения. Поэтому надо прибавить эпсилон, чтобы реально здесь было равенство. Значит, вот такое уравнение линейной регрессии. y равно a0 плюс a1x. Ну, при весе к эпсилону, где эпсилон говорит разницу, разность между теоретическим и эмпирическим значениями y. Эпсилон, можно так сказать, это стахастическая составляющая регрессии, которая представляет случайные флуктуации, влияние несущественных факторов, не включенных в модель. А0 и А1 – это параметры модели. А0 – это свободный член, а1 – это коэффициент при x. Так, ну, здесь решается вот так эта задача. Вот формулы для коэффициентов линейной регрессии, вот для этих параметров линейной регрессии, говорят, А0 и А1, они известны, и прямо они вам даны из учебника, из справочника, как хотите. Вот, пожалуйста, эти формулы. Вот формулы для А1 и формулы для А0. Пожалуйста, вот эти формулы. И просто вам надо, просто-напросто надо вычислить эти значения. Мы сейчас их, сейчас объясню сейчас. Значит, формулы, как читается? А1 – это n умножить на сумму всех x, умножить на, они не так говорят, а1 равно, во-первых, отношение двух величин. Видите? Вот, черта дроби все видят, Ясмина? Видишь? Да. Да, видно. Да, да, молодцы. И вот в числителе стоит вот что. n – это число измерений, но измерение по областям идет, их 10, поэтому n равно 10 в этой задаче. А здесь второй множитель, вот здесь, это сумма произведения x на y. То есть надо x на y вот так умножить, все буквы умножать, x на y, и сложить все эти 10 произведений. И вот это получится, вот эта вот сумма. Это сумма произведения x на y. Видите, я обвожу ее курсором. Потом минус здесь стоит. Сумма x умножить на сумма y. Вот со знаком минус – это произведение двух таких сумм. Вот x просуммируйте, y просуммируйте отдельно. И вот эти суммы перемножьте, и вот получится вот это произведение сумм. Я обвожу их, все видят? Теперь в знаменателе что стоит? Опять n – это 10 умножить на сумму квадратов x. Вот эти x надо все в квадрат, значит, повозводить и сложить вот эти квадраты. И получится сумма квадратов x. Это вот она, я обвожу курсором ее. И потом минус сумма x, возведенная в квадрат. Просто сумма x, вот эти взять, посчитать сумму этих x, 10 значений, и в квадрат возвести полученную сумму. Так надо понимать эту формулу. Значит, и тогда а0 вычисляется следующим образом. Это y средняя минус а1 x средняя. Минус а1 умножить на x средняя. Ну, а1, предполагается, вы уже нашли. Сначала ищите а1, потом а0. Что такое y средняя? Это просто средняя арифметическая вот этих вот чисел, стоящих в столбце y. Средняя арифметическая. Далее y. А x средняя, видите, x средняя, это средняя арифметическая числа, стоящая в столбце x. Вот они. И надо средняя арифметическая столбца y взять и вычесть из него а1 умножить, а1 уже нашли выше, умножить на средняя арифметическая по столбцу x. И получите а0. Вот так, ищется вот так. Ну, здесь показывается, видите, вот эта таблица составлена. И здесь вот вычисляется, вот столбец x, столбец y. Вот вычисляется произведение x на y. Вот вычисляется, вот последний столбец, это все столбец x первой, возводится в квадрат все значения. Получается столбец x в квадрате. И все вычисляется. Вот так решали примерно в прошлом веке студенты при помощи калькуляторов. Вот, это так решали мы в прошлом веке студенты при помощи калькуляторов. Так, ну, так, и вот получили значение. Видите, вот линейная функция, это есть линейная регрессия. Но мы сейчас все это же вычислим при помощи Excel. Просто эти же вычисления, как мы делали раньше студенты на калькуляторе, мы просто их в Excel организуем. А потом я вам покажу вообще более интеллигентный метод, где вообще сразу вам в Excel, оказывается, есть специальные там, специальные надстройки, которые прямо уравнение линейной регрессии одним махом могут написать, только если вы введете вот эти значения x и y. Так, и причем сейчас мы когда в Excel будем считать, вот эти формулы мы реализуем в Excel, мы получим поточнее значение вот для параметров регрессии. вот A0 и A1 поточнее получим, потому что здесь все округление идет, понимаете, видите, округление, после второго знака они уже обрубали дробь. А мы не будем обрубать, Excel нам будет помогать. Так что поточнее у нас сейчас при помощи Excel мы эти формулы реализуем в Excel, как говорят, и получится у нас поточнее вот эти параметры. И давайте вот, чтобы закончить эту часть, как охарактеризовать, так сказать, экономически, что ли, полученное уравнение регрессии, вот которое здесь написано. Все видят y равно 0,84 плюс 0,402. Там x, вот такое уравнение, линейная регрессия. Свободный член не равен нулю. Вот этот он, видите, он оказался не равен нулю. Отсюда делаем вывод, что поступление по соглашениям, то есть вот эти чистые поступления, не является строго пропорциональными к реальным поступлениям. Лучше так сказать. Реальные поступления не являются строго пропорциональными от чистой стоимости этих поступлений. Не строго пропорциональны, потому что свободный член появляется. Понимаете? Ну, такой экономический вывод Это можно сделать, что Y не является, вот эти величины Y не являются пропорционально вот этим X с каким-то коэффициентом. Нет, там еще свободный член есть. Вот такой вывод вы сделаете. Теперь покажу, как это все просчитать в Excel. Для этого вы, значит, сейчас я его выйду отсюда. Давайте выйду отсюда, я ставлю демонстрацию. Все видят меня, все поняли чуть-чуть постановку задачи? Да, 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 да. Молодцы. Сейчас я, значит, идем, открываем Excel-файл. Сейчас я поставлю вам Excel-файл. И знаете, я сразу скажу, что вот там столбец X, столбец Y. Да давайте Excel-файл я просто вот не буду с нуля. Я обычно показываю студентам с нуля, как все это записывается, чтобы лучше понятно было. И поскольку времени у нас совсем мало остается, если на следующей паре останется побольше времени, вот в 10 часов мы встречаемся в следующей конференции, я покажу подробнее, а сейчас просто в общих чертах Excel-файл. И там вы увидите сейчас столбец X, столбец Y, прямо скопированы вот из условия задачи. А сейчас я вам этот Excel-файл поставлю. Сейчас Excel-файл. Excel-файл я вам поставлю сейчас. Вот он. Excel-файл. Все видят Excel-файл? Да, да, да. Вот смотрите, вот смотрите, X и Y стоят, да? Вот столбец X, это прямо взято, я скопировал и вставил прямо из той, из, можно сказать, из Word-овского файла, который только что я вам показывал. Вот столбец X, вот столбец Y за ним идет. Все видят, да? Отвечайте, да, все видят? Да, видно. Столбец X, столбец Y. Вот здесь я вычисляю просто произведение X на Y. Вот столбец XY. Каждый элемент равен произведению соответствующих X на соответствующих Y. Это в Excel легко это вычисляется. Потом столбец X квадрат, вот берутся все значения столбца X и все возводятся в квадрат. Получается вот этот столбец X в квадрате. Например, 0,49, возведешь квадрат, получится 0,24, например. Это все в Excel легко организуется. Мы это делали. Теперь смотрите. Вот A1. Посмотрите, что стоит A1. Кликну на это число. Сейчас я хочу. А вот оно. Вот сюда. Там формула стоит. Это не рукой вбита 0,004. Там формула стоит. Видите? Равно 10 умножить на E4. А E4 это как раз значение X умножить на Y. Потом минус C14 умножить на D14. C14 это у вас. Это среднее значение. Вот они вычисляются. Видите мой курсор? Это просто. Нет. Вернее. Вот это. 22,99 это сумма X. Это просто сумма X. А 10,05 это сумма Y. А 2,299 это средний X. Это просто сумма X надо поделить на 10. Сколько всего X? 10. Получаешь средний X. А вот это значение 1,005 это средний Y. Это 10,05 сумма Y. Надо поделить на 10. Сколько всего Y. Получается 1,05. Это среднее значение Y. Вот здесь написано в комментариях. X средний 2,99 и Y средний 1,005. И вот, пожалуйста, эту формулу я вбил сюда, которую я вам показывал только что в Word файле. Она просто вам дана в готовом виде. Мы не выводим ее. Просто готовая формула. Вот я ее сюда вбил, как полагается в Excel. А значение получил 0,402. Значит, потом я нахожу А0. Опять же по формуле из учебника. Из учебника. Все. И пожалуйста. И вот здесь я нашел А1 и А0. Значит, у нас, видите, поточнее получилось, чем в учебнике. Потому что Excel мы дроби не обрубали, ничего не округляли. Поэтому у нас уравнение регрессии получилось 0,402. Y равно 0,402X плюс 0,08 свободный член. Ну, раз есть свободный член, отличный от нуля, значит, столбец X не является пропорциональным столбцу. Столбец Y не является пропорциональным столбцу X. Есть еще свободный член А0. Ну, вот так решается эта задача. Вот эти же формулы, которые вам даны. Только в прошлом веке на калькуляторе студенты все это просчитывали. Среднее там вычисляли, поскладывают все, потом поделят на 10. Потом все, ну, вы понимаете, да? На калькуляторе это более трудоемко. Это было заняло, в общем, полчаса, а то и полпары. Вот так, если человек умеет пользоваться калькулятором. А вот так в Excel попроще и результат поточнее получается. Конечно, Excel помогает. Значит, останется время, я вам еще поподробнее вот это расскажу. Как мы вбиваем, поупражняемся. А сейчас закрываю этот файл. Закрываю этот файл. Нет, закрывать не буду, сворачиваю сейчас, я выйду. Останови демонстрацию. Останови демонстрацию. Значит, вот так решается эта задача в Excel. Но, оказывается, в Excel есть еще более мощное средство, которое позволяет это решить задачу более интеллигентно. При помощи надстройки анализ данных. При помощи надстройки анализ данных. Это покажу я на следующей конференции, которая состоится в 10 часов ровно. Пожалуйста, все выходите, скажите, что вы все выходили обязательно. Потому что это учитывается, понимаете, это все проверяется. Запись идет сейчас. Далее смотрим. Значит, в перерыв, пожалуйста, вот это разберите, пожалуйста, вот это, что мы сделали. А также установите на своих компьютерах надстройку анализ данных. Помните, мы пользовались надстройкой поиск решения. А сейчас установите на своих компьютерах надстройку анализ данных. Для этого идите, откройте файл, выберите надстройки, Excel, И идите, и где там выскочит перечень надстроек, вы кликните на, поставите галочку, где анализ данных, кликните на ОК, и она появится у вас. Хорошо? И сейчас у нас уже время истекает, и нам обязательно надо, мой тариф не позволяет перебрать вот это время, которое нам дано, понимаете. Поэтому мы начали уже прямо в 9 часов, поэтому сейчас мы заканчиваем. Вот эту конференцию я завершаю, и в 10 часов все выходят. Хорошо? Слышно меня, да? Весмина? Да, хорошо. Да, пожалуйста, все выходите в 10 часов, и будет эта задача, я покажу, как решать самым-самым интеллигентным на сегодняшний день способом. При помощи надстройки анализ данных. Хорошо? Все, задание есть у вас, значит, конференция завершена, и выходите в 10 часов на следующую конференцию. Хорошо? Да, хорошо. Ну, пока тогда, пока. Завершить конференцию, завершить конференцию для всех. Все в 10 должны быть здесь. Но уже на другую идете вы, по другой ссылке проходите. Да, мы видели, вы отправились, да. Да, хорошо, пока-пока.